Более 600 тысяч квадратных метров жилья. Разрешено строить дома. Но получишь ли ты квартиру при своей жизни? Это вопрос. Дно, красивый серый забор. А вот в таком доме, однокомнатную квартиру, можно приобрести от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Нет. Смотри, как все отваливается. Представляешь, что на голову попадет? Плохой знак, Дим. Да, я в курсе. Это люди так относятся к застройщику, который взял на себя обязательства и... Это 10 из 100, потому что здесь все в одном. Я такие площадки люблю, потому что туда попадает мокрый снег. Друзья, добрый день. И я, Андрей Артемов. Поселок Романовка расположен в Севоложском районе Ленинградской области, в 3 километрах от города Севоложска. До центра Санкт-Петербурга из центра Романовки 31 километр. В центр Санкт-Петербурга я взял Дворцовую площадь. Добраться до центра Санкт-Петербурга можно не только, используя личный автомобиль, но также можно добраться на автобусе или на электричке. Благо, железнодорожная станция Романовка находится в непосредственной близости. В 1942 году все финское население из Романовки было депортировано. К концу войны 1944 года на территории сельского совета работали колхозы. Корнево, Понатягти, Мурос. От слияния именно этих сельхозпредприятий с 1946 года ведет свою историю сельхозпредприятие Романовка, ставшее крупным хозяйством, занимающееся свиноводством. Если обратиться к кадастровой карте поселка Романовка, то поля отданы под жилую застройку. Согласно данных издания «Коммерсант», активы бывшего вице-губернатора Николая Посяды, чей девелоперский бизнес обанкротился из-за высокой долговой нагрузки, переходят в собственность других застройщиков. Более 50 гектар земли приобрела компания «Глоракс», которая принадлежит Андрею Биржину. Там застройщик намерен построить жилой комплекс. Как пишет источник НСП, Романовку будет застраивать совместно застройщик «Глоракс» и застройщик «Самолет». На приобретенном участке земли в 51 гектар в Романовке можно реализовать более 600 тысяч квадратных метров жилья. Вдумайтесь в эту цифру. На территории поселка Романовка действует школа и детский сад. И согласно официальных данных, вакантные места есть. На момент съемки этого видео в Романовке однокомнатную квартиру можно приобрести от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Первый объект, который встречает нас на въезде в Романовку, это жилой комплекс «Новая Рябова». Комплекс интересен малоэтажностью, небольшими коммунальными платежами за счет индивидуального отопления и своей горячей воды. Внешне комплекс смотрится симпатично. Территория практически пустая, очень мало дворового наполнения. Внутри здания все очень просто. Однокомнатная квартира здесь стоит от 3 миллионов 800 тысяч рублей, как и в советской панельке в центре Романовки. Привет, друзья! Вы на канале Андрей Артемов. И ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А если вы уже подписаны, ставьте колокольчик. Чтобы не пропустить видео. Друзья, мой сын Дмитрий сегодня мне будет помогать. Давай, Димуля, оцени, пожалуйста, эту детскую площадку. Нравится тебе здесь или нет? Хорошо. Ну, обратите внимание, что на такое количество домов всего лишь две качельки, четыре скамейки и, соответственно, детская горка. Здесь все снегу. О, тут даже, друзья, есть песочница. Ее Дима нашел. Ты песочницу, Дим, нашел? Да, вот она. А песок-то там есть, посмотри, разрой снег. Давай. Есть! Есть песок? Хорошо. Ну что, горку заценишь? Давай. Вон есть песок. Хорошо, давай. Да, песок есть, друзья. Ну, горка так. Конечно, большой плюс, что от дороги жизни отделяют вот такие ели. Вековые. Вид, конечно, классный. И за счет этого, кстати, меньше шума. Также хочу обратить ваше внимание... Пап, я еще здесь что-то нашел. Да, что-то нашел, иду смотреть. И обратите внимание, друзья, на фасад. Домам где-то уже около 8-10 лет. Обратите внимание. Ой. Нигде ничего не подкрашено, не треснуло. Сделано качественно. Вот некоторые застройщикам нужно сюда приехать и просто поучиться. Кто-то мог это сделать, а кто-то до сих пор не может. Показывай, Дим, что нашел. Пап, горка так себе. Так себе, да, Дим? Из ста пятерочка. За что пятерочка? Из ста. А, из ста пятерка всего. Да. То есть здесь тебе мало оборудования, да, Дим? Да. Где поиграть, покачаться, или что ты имеешь в виду? Ну, то, что горка маленькая. Для маленьких деток она, да? Да. А здесь еще есть что-то. Ох ты, там еще горка есть? Нет, иди ко мне, сейчас видишь. А, тут просто покрышки поставили, понятно. Давай, Дим, иди ко мне, пройдем туда наверх, посмотрим. Вдруг там еще есть детская площадка. А мы ее просто сразу не заметили с тобой. А почему плохо, что песочница Дим не закрывается? Потому что туда попадает мокрый снег. А, он растает, и песок будет мокрый, да? Ты это имеешь в виду? Да. И потом руки грязные. Штукатурка Карает. Технология мокрого фасада. Фасадная стена, утеплитель и штукатурка. И обратите внимание, как красиво, качественно сделано. Вообще не красиво. Некрасиво, не нравится тебе? Папа, это что за дыра? Это для вентиляции, Дим. Ну да, я понимаю, но... Они сразу не сделали вентиляцию, а потом вот видно, сверлили вот такое отверстие. Бетон, хороший бетон. И это сделали позже. Вот это мне еще не нравится. То, что вот это беленькое что-то такое, да? Это поцарапали. Поцарапано, думаешь? Вот здесь. А, вот видишь, тут заглушка должна стоять, вот как здесь. Ага. А там ее нет. Вот так красивее смотрится, да? Да. Она пластиковая. Пластиковая, да. Фиговая. Ну вот тоже где-то у людей стоят решетки. С одной стороны, может быть, это не так красиво смотрится, как вот это стекло. Но обратите внимание, туда задувает снег. Ну и потом каким-то образом надо его вычищать. Так, здесь у нас между домами парковка. Пойдем дальше, вперед пройдем, посмотрим. Там у нас еще последний дом. Напротив жилого комплекса у нас расположен частный сектор. Идем-идем по такой тропиночке. Кстати, в свое время я рассматривал, как один из вариантов здесь приобрести себе квартиру. Вот, пап, смотри, вот заглушки нет. Да, заглушку открутили, ее здесь нет. На, не, наверное, скорее всего от застройщика, мне так кажется. А может быть и нет. Вот, обратите внимание, вот такие железные ограждения, типа французского балкона. Ну пошли идем смотреть. Пап, здесь вообще елку уронили. Или она так растет? Нет, она такая мелкая. Ну вот и все, друзья. Две качели и одна горка на всех. Но благо, рядом находится продуктовый магазин «Магнит». Здесь частный сектор и очень-очень мало людей. А еще плохо чистит четко. Дим, смотри на третий этаж. Вот там есть квартиры двухуровневые. То есть у них третий этаж и вот этот мансардный. Там по лесенке поднимаешься наверх. И у тебя вот такое маленькое окошечко. Тебе не нравится, Дим? Вот эти стеклянные штуки. Почему? Потому что туда задывает снег. Все, я только сейчас заметил там дым. А, вот здесь наверху. Все, я вижу. Да-да-да-да. Это не дым, там пар идет. Здесь же газовое отопление у людей. У них, представляешь, стоит свой котел. И в этом котле, Дима, за счет него нагревается и горячая вода, и свое отопление. Поэтому здесь достаточно низкие коммунальные платежи. Пап, я хочу еще подписчикам показать. Пойдем, покажи. Так, мы зашли. А здесь потому что всего лишь три этажа, Дим. Входная группа, датчик на движение. Заходим, прямо проходи. А, светлое иногда выключается. Ну, потому что датчик стоит. Ну, здесь все очень простенько, но тепло. Ага. Площадки достаточно широкие, большое количество места. Можно хранить вещи, электросчетчики. Мне не нравятся вот эти желтые стены, потому что изнутри они видно, как будто их мыши погрызли. А, ясно. Пойдем наверх пройдемся. А там то же самое. И еще мне не нравится, что здесь так много растений. Слушайте, ну здесь такие площадки просто можно назвать огромным холлом. Обратите внимание, какое колоссальное... Сюда, ну, не знаю, диван просится поставить. Да, Дим? Хочется диван сюда поставить? Не знаю. Пошли выше поднимемся. Папа. Ты живой? Да. Какая-то суперампельная стадия? Мне очень нравится то, что на втором этаже там так много растений, там в окно не возможно посмотреть. А там закрыто, Дим. А мне сейчас страшно. Хочу посмотреть, как там. Вот и весь комплекс. О, а вот здесь, посмотрите, штукатурочка-то как отошла. И здесь. Да, закрыто. Трещинка. Ну что, как тебе здесь, Дим? Так себе. Знаешь, какой здесь плюс у этого дома, у этого комплекса, Дим? Какой? Он на крайне Романовки, сюда никто не ходит. Пошли. Так мы хотели подписчикам показать. Вот эти стены погрызанные чем-то. А это называется караэт-штукатурка. Это специально такая штукатурка сделана, Дим. Она фиговая очень. Да, она как будто погрызана, так специально сделана. Ей кулаком можно пробить. Можно, да. Но не стоит. Пошли. Второй объект – это жилой комплекс «Победа». Название комплекса соответствует на 100%. Окна-бойницы, п-образная форма. Все сделано для приватности квартир. Двор, естественно, здесь для машин. Одна горка, но она, кстати, здесь мне даже больше нравится, чем в первом комплексе. Как тебе эта площадка, Дима? 10 из 10. О, тебе здесь больше понравилось? Ой, не 10. 10 из 100. А, 10 из 100. То есть она лучше, чем в первом доме, то, что мы болели? Да, потому что здесь все в одном, а я такие площадки люблю. Правда, если ты будешь сюда держаться, то тебя она просто зажмет. Вот как сейчас тебя, да? То есть сделано очень странно. Да, вот смотри, Пав. Вот, видишь? А, вот про это кольцо, да, интересно. Вот, смотри, Пав, когда садишься, она из-за наката вот так вот прищемит. И может пальцы прищемить детям. Да, мне вот на этой качели прищемило. А на горке прокатишься, Дим, на зеленой? Съедешь вниз? Зайди с другой стороны. А, ты здесь хочешь зайти? Давай. Это 10 из 100, потому что здесь все в одном. Я такие площадки люблю. Ох ты, классно. Ну, пойдем посмотрим, что внутри. Здесь еще даже лавочка есть. Посидеть, отдохнуть. Технология мокрого фасада. Пошли, с мужчиной пройдем. Дима, догоняй. О-хо, ничего себе. Здравствуйте. А мы как раз хотим ваш подъезд посмотреть, что там внутри. Да, Дим? Угу. Заходи, Дим. Входная группа, тамбур. Лестница наверх для удобства. Некрасиво, да, вот это? Понятно. Ну, это, видишь, где-то что-то подбили и просто помазали. Угу. Ну, давай первый этаж отсмотрим. Ну, как тебе здесь, Дим? Вообще, как будто в Краснодаре наш дом. Да, вид такой, да? Двери, как у нас в Краснодаре. Нет, у нас там лучше. Ну, да, у нас там лучше, но такие же точно. Электрощитовая. Вообще, фигня. И у нас в Краснодаре еще такие же стены. Вот это катакомбы тут. Стены, как у нас в Краснодаре, и почти все. Управляющая компания КЭС. Пойдем наверх? Нет. Давай пройдем посмотрим. Да уже не интересно. Плитка отвалилась, его, кстати, не так давно сдали. Тоже долго не могли сдать. Почему-то здесь у всех проблемы с этим. Ну, естественно, нет никакой этажности. Нумерация этажа, на каком ты находишь. Огромная площадь, обратите внимание, которая просто вот здесь бездумно пропадает. Мне, честно говоря, это вообще непонятно. Пап. Да, Дима. Мне больше всего понравилось здесь, потому что это как подвал, здесь можно на роликах. А, здесь на роликах можно кататься. Я понял тебя, Дим. Потому что я в подвале раньше катался. До такого я вообще не додумался, что есть такие штучи, там где в доме куча места. Да, здесь за это куча места жильцы все заплатили своими деньгами. Ну, как тебе здесь внутри, Дим, понравилось, нет? Ну, не так круто. Не очень, да? Да. Да, выходишь, что-то тут как-то так все. Вот, видите, вентфасад уже, видимо, что-то таскали, поубивали. Дорога жизни. Папа! Советская застройка. У меня сейчас я тебе про кулак говорил, то, что можно пробить. Да, вот это и можно пробить. Вот, скорее всего, это и пробили как-то. Нет, там, скорее всего, что-то тащили и поэтому пробили. Вот деревья в кулаку-нибудь большую. Ну, соответственно, вы, друзья, понимаете, деревьев здесь просто нет. Вот есть у застройщика участок земли. Он на нем построил дом, влепил вот эту одну горку. с качельками, причем это все, ну, для маленьких деток, для старших. Папа! Здесь место так себе. Да. Здесь делали снеговика. Снеговика. Пойдем вокруг, пройдем, посмотрим. Здесь сразу видно. Вон тепло выходит, все замерзает. Посмотри туда. Да, это частный сектор, здесь у людей свои дома. Здесь можно вообще на крышу залезть и с нее в снег прыгать. Можно. Ну, давай пойдем посмотрим. Слушай, ну, территория, конечно, очень маленькая у комплекса, Дим. Очень маленькая. А, пойдем посмотрим. Давай. Не, ну, здесь вообще все фигово. Ну, почему? Здесь зато можно на ватрушках покататься. Где? Прямо вот здесь. Вот здесь дорогу чистят хорошо. Вон, колхозные поля. Пошли смотреть следующий объект. Третий объект – это жилой комплекс «Оранж». Он долгострой. Будьте внимательны. Разрешение на строительство застройщику переносили не один раз. Но даже с этим переносом он не справился с взятыми на себя обязательствами. Крайний срок разрешения на строительство закончился 1 декабря 2022 года. Соответственно, застройщику нельзя строить, если ему не продлят разрешение на строительство. Такие объекты я не рекомендую приобретать. Во-первых, это сомнительное качество. Возможны проблемы с подключением к ресурсам. Так как у тех условий на ресурсы есть срок, и они уже давно прошли. И третье – это могут быть некачественные инженерные системы. К примеру, дом заселится на более чем 50% и начнутся проблемы с отоплением, с подачей горячей и холодной воды. Даже учитывая то, что здесь трехкомнатную квартиру в более чем 80 метров квадратных можно приобрести за 4,5 миллиона рублей, не ведитесь и не приобретайте такие объекты. Дима, обрати внимание на кирпич. Вот видишь, где кирпич красненький, стыкуется с окнами. Вот видишь, вот такие разводы, такое ощущение, что это влага. Вот это не очень хорошо. Плюс большое количество высолов. Ну и здесь, если еще окна более-менее идет, у них отделка без отливов. Ну вот здесь, если посмотреть, то видно, что когда красили, закрасили и все рамы. Вот они все беленькие. Ну как-то по мне это не очень хорошо, потому что наляпали здорово. Возможно, там есть пленка, снимут и почистят, но верится в это с трудом. Здесь открытый газоблок, чего не должно быть. Вот здесь, если обратить внимание, в центре кадра под отливом видно огромная щель. И там пена внизу, аналогичная ситуация. Ну, соответственно, сами понимаете, что когда его достроят, непонятно. Пойдем, Дим, пройдем. Как тебе этот дом, Дим? Здесь людям должны были давным-давно сдать квартиры, но что-то у них пошло не так. Ну, про территорию здесь я вообще ничего не говорю, потому что здесь просто ничего не сделано. Не видно, что вообще были снегом все занесено. Не видно, чтобы кто-то ходил, чтобы здесь были рабочие. Вот такие, например, места. Да, вот у людей балкон есть, да, понятно, он холодный. Но не очень здорово, когда вот так бетон открытый в нашем климате. Папа, я знаю этот знак. Плохой знак, Дим. Да, я в пользу. Это люди так относятся к застройщику, который взял на себя обязательства и не выполнил его до конца. А вот здесь вообще такое ощущение, что часть стены они доделывали потом. И вот здесь какая-то сверху проблема. Папа, у них балконы криво. А это так специально сделано? У меня... Папа, там какой-то дрон летает красный. Ух ты. Слушай, какой ты глазастик. Да. Я думаю, это птица. Это типа самолета такого, слушай. Да, круто. Так, Дима, сейчас что-то говоришь записываться. Потом подписчики скажут, что ты балуйся. Идем, и ты просто молчи. Частный сектор. Есть покосившиеся избушки. Вот такие совсем старенькие, не очень-то ухоженные. Есть приличные дома. Здесь в Романовке не так много продается домов. Угу. Очень часто вы видите именно вот эту фотографию в ресурсах по продаже недвижимости, в том числе Авито. Вам могут говорить что угодно, продают и риэлторы, продают и агентства недвижимости. Но вот только обратите внимание вот сюда, то, что вам не покажут на фотографиях, и делайте выводы. Вот это долгострой. Про качество здесь можно и не говорить. Все видите на своих экранах. Классно, да, сделали? Офигенно. Как тебе, нравится? Нет. Смотри, как все отваливается. Представляешь, что на голову попадет? Да. Пошли. Вот сейчас мы с Димой идем по кругу вокруг этого долгостроя. Вот дорога, частный сектор и участок под застройку. Ну тут совсем мало места. Я даже не понимаю, где у них будет хотя бы одна качелька на всех, горка или еще что-нибудь. Так здесь есть недалеко крутая площадка. Ну вот туда будут люди ходить, если это добро сдадут. Штаб строительства. А в штабе-то никого. А нет, охранник сидит. А да. Охранник там сидел. Да. А тут тоже пена торчит. Тут уже штукатурка сверху вся осыпалась. Знаете, в таких объектах ничего хорошего нет, потому что к отоплению, как я понимаю, он не подключен. Стоит промерзшее здание. И люди просто ждут своей квартиры, кто успел здесь приобрести. Как тебе этот долгострой, Дим? Так себе. Надо покупать здесь квартиры или нет? Это не долгострой, там уже кто-то живет. Не-не-не, вот этот дом, Дим, вот где забор здесь синий. А мне не нравится. То есть ты не советуешь покупать квартиры в таком доме, где еще никто не живет? Папа, машина. Спасибо, Дим. Пошли. Надо покупать там квартиры или нет, Дим? Нет. А еще там на заборе вообще плохие слова. Плохие слова написано. Понятно. Впереди мы с вами видим детский садик, построенный еще в советские годы. 60-х годов этот садик. Двухэтажный, кирпичный, добротный, с огромными окнами. Дим, ты помнишь этот детский сад? Да. Романовский. Видишь провода? Знаешь, что это такое? Нет. Это так интернет-провайдеры проводят. Так волнистые провода. Да, потому что там идет вначале не кабель, а там идет трос. Их очень плохо натянули. Но его специально так натянули, чтобы при разной температуре не порвался интернет-кабель. Но вот эта горка как тебе, Дим? Ну, нормально. То есть с этого долгостроя, когда если его сдадут, то будут сюда дети ходить, да? Да, ехали туда. Здесь классно, что есть открытый каток. Вот там вдалеке большая горка. Так увеличу. О, вот она. В центре кадра. Это можно считать центром. В Романовке здесь есть где поесть. Магазины. Торговые комплексы, детский сад, школа. Да, пойдем дальше. Все в шаговой доступности. Вот он, огромный каток. И вы только посмотрите. Романовка. Площадь 2. Дорога жизни. Вон, видишь, смотри. Зеленый буфер, детская площадка. Слушай, классно сделали, молодцы. Смотри, какая горка. К сожалению, да, мы с собой ватрушку не взяли. Скамейки классные, на которых можно посидеть и покачаться. Молодцы, горку сделали. Детская площадка достаточно интересная. И я люблю Романовку. На дороге жизни есть аллея березовая, где вот завязаны пионерские галстуки. И здесь в Романовке повторили это. Пройтись, конечно, здесь приятно. вспомнить историю Романовки, Всеволожска и блокадного Ленинграда. Остановки общественного транспорта. Есть пицца, кофе. Красота. Дим, ты где? Я твое какао принес. А, вот ты где. Попробуешь, скажешь, вкусно, нет? С Димой в кафешку зашли перекусить вкусную пиццу. И смотрите, как круто, они ее готовят прямо в огне, в печке. Четвертый объект – это клубный дом Романов. Строили клубный дом, а получилось то, что получилось. Территория у комплекса очень-очень маленькая. Вот здесь какие-то потеки. Ну-ка, пойдем посмотрим, это что у нас такое вообще? Это от воды такая грязь? Обратите внимание, уровень первого этажа. Это у нас коммерция, очень низко. Ну, для коммерции нормально. Ну, понятно, течет влага, и вот краску все посмывало, и вот такие подтеки. Вид, конечно, так себе. А здесь, если я не ошибаюсь, в основном студии. Качество объекта, говорит, вот это, видите, плитка, которая просто ушла сюда откуда-то. Ну, видишь, как? Во-первых, ее здесь на кружки приклеивали. И это не помогло им. Смотрите, какой там толстый слой. Ну, в общем, здесь они налажали по полной. Здесь все разбито. Даже не разбито, оно, видите, просто вот отваливается, друзья. Вот здесь тоже. Дим, отходи, чтобы на голову ничего не упало. Пошли. Вот здесь тоже разваливает. Смотри, какая здесь красота, Димусь. Вот они, видите, утеплитель приклеили, огромные щели, кусок отвалился, грибки посадили. Ну, и это не помогло. Ну, и вот здесь, если посмотрите, вот она сетка. То есть, ну, вроде хотели сделать хорошо, но получилось все как обычно. Надо думать перед тем, как что-то делать. Вот еще дыра. Да, Дим, вижу. Пойдем посмотрим, что у них тут со двором. Вот еще пройти. Ну, дворовой территории здесь просто нет. Вот сейчас за здание зайдем, и все. Первый этаж коммерция, здесь никого нет. Почему? А потому что жизнь вся напротив. И здесь, в принципе, никому ничего не нужно. Здесь никто не ходит. Вот там везде со всех сторон частный сектор. И здесь, как говорится, ловить нечего. Ну, вот обратите внимание, вот капает влага, попадает. И вот на фасаде вот такие некрасивые разводы. Вон там балка вообще отваривается будет. На него особо времени тратить много не хочется, потому что здесь ничего такого нет. Если я не ошибаюсь, вот кто живет в Романовке, напишите, если я не ошибаюсь, то здесь большое количество студий. Ну, и застройщик, конечно, у него есть объекты, которые он до сих пор не сдал. Долго строил. Дима, а как тебе здесь уборка тротуаров? Так себе. Плохо, да, убирать? Я считаю, плохо. Вот здесь просто люди протоптали. Уважаемая администрация Романовки, займитесь, пожалуйста, уборкой. Тротуары вообще не убраны. Люди как протоптали, так это и есть. Вот смотри, на вот этой стороне большое количество коммерции, торговые комплексы. И вот это такое местное притяжение. Нам сейчас, Дима, налево. Вот смотрите, как убирает. Вот здесь люди вытоптали тропинку. Идет, идет, идет и прямо в сугроб. Ну, спасибо вам администрации Романовки. Самое, конечно, классное, что здесь Романовка газифицирована. Смотрите, мы с тобой идем по обычной дороге. По идее, здесь в поселке должен быть тротуар, но здесь все снегу. Путь до следующего объекта тернист и полон опасности. Потому что, вот обратите внимание, едет автомобиль, если едет другой навстречу, то надо прямо вот сюда в сугроб вставать, прижиматься и ждать, когда он проедет. И вот он наш пятый объект – жилой комплекс «Луговое». Его сдали с горем пополам 5 апреля 2022 года. Жилой комплекс «Луговое» расположен на границе с промышленными объектами. А с другой стороны – участок земли под застройку – жилой комплекс «Молодежный квартал». Это тот же застройщик, который строил клубный дом, который мы вам только что показывали. Из плюсов у жилого комплекса «Луговое» – это индивидуальное отопление. Обратите внимание, у них есть газ. В жилом комплексе «Луговое» однокомнатную квартиру без ремонта, без отделки, можно приобрести от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ну, молодежный квартал забросили. Участок, кстати, у них вот такой очень-очень-очень большой. Ну и молодежью здесь не пахнет. Здесь у комплекса есть большая территория под парковку. Мы видим немножечко машин. Сейчас пройдем как раз на границу с участком, где промка. И Дима у нас оценит детскую площадку. Ура! Наконец-то мы дошли до детской площадки. Да, мы еще не дошли. Как тебе здесь убрано? Хорошо, Дим? Да здесь как обычно. Как обычно, это как? Не убрано? А, смотри, здесь дорожку хоть почистили. Ну, это как везде. Технология мокрого фасада. Класс энергоэффективности С. Где? А вот наверху. Видишь буковку С? Как С русская. Постучи. Слышь, там утеплитель. Это вот то, что ты говорил, кулаком можно пробить. Пошли. Ну, из плюсов, конечно, это газ. Это хорошо. Когда малоэтажный дом. Но лифта здесь тоже, друзья, нет? До пяти этажей включительно. Лифты можно не ставить. Ой, Дима, я бы на то место здесь бы не ходил. Непонятно, что под снегом. А что это они там делают со мной? Что это за бутылка? А, так это кормушка для птичек, Димася. Да, делают из бутылок ее. Я в свое время делал из пакетов из-под кефира. Кто жил в советское время, помнит пакеты из-под кефира. Обычные, картонные. Вот мы из них в свое время делали кормушки для птичек. Вот это площадка. Вот это площадка, сказал Дима. Дом у нас П-образной формы. Благо здесь у балконов и лоджий застеклено все от застройщика. Два турника, две качельки, вот такая горочка и еще одна качельщика. Все. Больше здесь ничего нет. Но зато для жителей с детьми, которые ходят на коляски, есть вот такой двухэтажный пандус. Красавцы. Пап, я покачаться хочу. Качайся. Ну как тебе здесь? Круто. Давай тогда сюда переедем? Нет. Почему? У нас круто. Красивый серый забор. Промка. Промка там. Тут какой-то многоэтажный дом. Ну вот по мне, конечно, двухуровневые, вот такие трехуровневые пандусы в наше время проектировать и возводить это просто дно. Нужно делать все в уровень землей для удобства людей. Даже когда, например, у тебя нет детей, ты не думаешь об этом, вот у тебя надо кого-то завести, что-то затащить. Для чего вообще эти ступени? Это очень некомфортно. Очень. Ну хотя бы спасибо ей скамейке, есть урны у каждой входной группы. Ну и обратите внимание, как здесь управляющая компания или ТСЖ справляется со своими обязанностями и убирает снег во дворе. Ну вот сюда можно заехать и уже не выехать. А-а-а! Здесь висел еще на днях плакат жилого комплекса Луговое. И вот смотрите, его получается застройщик закрепил на грибки и при этом... А-а-а, хорошо. Смотрите, какие просто дыреньев оставил в фасаде. Ну я надеюсь, они, конечно, это заделают, исправят свою недоработку. Да уж, неожиданно. Да-да-да, неожиданно. СПТК, Санкт-Петербургская трубная компания. Понятно, они отсюда не уйдут, они здесь производят трубы. А вот здесь, кстати, хорошо видно примыкание вот этого уголка к стене. А там виден утеплитель внутри. Надеюсь, они... Ну, конечно, так себе. Очень так себе. Здесь, конечно, понятно, люди приобретали квартиры, потому что здесь достаточно доступная была стоимость на тот момент. Сдать должны были в коронавирус. Но в коронавирус они не смогли этого сделать. Понятно, что совсем небольшая строительная компания. Но они все-таки это сдали. Вот, оцените, друзья. Как вы считаете, нормально в 22-м году строить такие дома, проекты и сдавать вот в таком состоянии. А вот, во! Слушайте, это похоже ветром сорвало. Вот он, валяется баннер жилого комплекса Луговое. Качель, горка, две качельки, двойной турник. Все. Вот и весь двор. Отмечу, здесь даже нет кустарников. Про деревья я вообще молчу. Как тебе, двор, Дим? Переезжаем до сюда? Нет. С одной стороны, обидно за людей, которые вот в таких объектах приобретают квартиры, потому что их потом продать очень проблематично. Как, к примеру, в Оранжи, в Долгострове. Трошку за 4,5 миллиона рублей. Цена, конечно, огонь. Но получишь ли ты квартиру при своей жизни, это вопрос. Шестой объект – это жилой комплекс «Итальянский квартал», который должны были сдать в 2018 и в 2019 годах. Но что-то пошло у застройщика не так. Застройщик банкрот, а комплекс достраивает фонд защиты правдольщиков. Ключи, согласно проектной декларации, должны передать в 2024 году. Здесь застройщик применяет несущие стены из газоблока. Вот они, друзья, видны. И сверху укладывает обычные бетонные плиты. У комплекса своя газовая станция, от которой в дальнейшем должно быть и тепло, и горячая вода. Лично для меня плюс то, что я вижу технику, что все-таки идут работы. А здесь у нас есть паспорт объекта, «Итальянский квартал», застройщик, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Четвертый квартал 2023 года, должны его как раз закончить, а ключи передать в 2024 году, о чем я вам, друзья, и говорил. В Романовке есть свой парк. Отличное место для круглогодичных прогулок. Согласно данных с ресурса администрации Романовки, население составляет 7 345 человек. Многоквартирных зданий не так-то и много в поселке. Большую часть поселка занимают частные дома. В продаже дома можно посчитать по пальцам одной руки. Это говорит о том, что здесь комфортно жить, и никто не хочет менять свой дом на квартиру. Для меня Романовка – это малонаселенный поселок со своей атмосферой, близостью к Всеволожску и доступностью к Санкт-Петербургу. Перед покупкой недвижимости я всегда рекомендую проверять как продавца, так и саму недвижимость. Для этого, друзья, я создал для вас совершенно бесплатный сервис проверки новостроек и вторичного жилья. Заходите на andreyartemov.ru и бесплатно проверяйте продавца, покупателя, новостройку или вторичное жилье. Задавайте свои вопросы, звоните и пишите, если нужна консультация по недвижимости. Мои контакты и соцсети в описании к этому видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Мы с вами не прощаемся, а говорим до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok